Девушки отдыхают Вернолетов только лишь вертолетов В его коллекции Масштабнейшая коллекция, которую мы с вами сегодня увидим А находимся мы, друзья, в пригороде Еловен Это прямо перед Кишиневом Мы совсем недалеко отъехали от города И уже начинаем осмотр коллекции Сегодня будет интересная программа Не переключайтесь Сколько я еще хочу сказать Здесь предметов есть в этой коллекции Нет ни одного предмета Я гарантирую 100% Который бы не был через мои руки Через пальцы Даже любой значок, который здесь у меня на стене Любой предмет Абсолютно все прошли через мои руки И в том числе И реставрацию тоже самое Все экспонаты рабочие? Все рабочие Ну, если хотите слушать музыку Мы можем это вспомнить Фирма Мелодия Фирма Мелодия Если вы думаете, что бобинный магнитофон Это нечто ископаемое То как вам такой попсовый дискач? Радиостанция Пульт диспетчерской связи Телефонный коммутатор Чего здесь только нет Но я увидел вещи, которые были в моем детстве Это вот Сиренада 306 Именно на таком проигрывателе я слушал пластинки А потом уже совсем попозже Еще одна классная вещь Также из моего детства Это, друзья, кто не знает Sega Mega Drive Сюда вставлялся картридж Это уже следующее поколение после Dendy Более крутая графика Игры с сюжетом На некоторых картриджах даже можно было сохранять игру Что было очень важно Ну, мы играли так Что у нас вот эти кнопки выламывались Этот палец до крови раздирали А Sega, когда перегревалась То мы снимали верхний корпус Ставили ее в холодильник на некоторое время Чтобы она немножко остыла А здесь у Петра Николаевича Самая большая коллекция советских значков Которую я вообще видел когда-либо в жизни Это только одно из панно Вот есть еще Все стены буквально заполнены значками В советское время многие увлекались сбором значков И даже в постсоветское время Но я думаю, что вот за эту коллекцию Советский мальчишка бы душу, наверное, продал Как говорит Петр Николаевич Он собирает это давно С 60-х годов И у него есть такой некий план Каждую неделю находить Один, два, три предмета Новых в свою коллекцию Вот так вот коллекция с каждым днем У него разрастается, разрастается И действительно есть что посмотреть, потрогать Очень круто Это генеральский ряд Кстати, дальше Ух ты Ё-моё Здесь только генералы В корресле около 700 форм Здесь пол 60-х годов генералов Каких стран, каких войск Здесь Молдова Белоруссия Россия Советский Союз Венгрия Интересная форма Начальник ГАИ города Москвы Значит, Сергей Казанцев Кстати, он За Лиманом Он его родной дом Значит, если не ошибаюсь Я вот здесь село забыл Значит, его батя Был в пограничной службе Служил, значит, с первого дня В Великой Отечественной войны До последнего дня Он где-то 94 года Несколько лет тому назад Мы были в гостях у его отца Отечественной войны Да, Московской войны Это Сергей Казанцев А с него вы как сняли форму? Ну, я вам скажу Значит, здесь и только его есть Есть командир Центр подготовки Космонату Российской Федерации Здесь форма есть Как вы это добывали? Ну, я вам скажу Что, конечно, чтобы добывать какую-то форму Значит, надо, ну, не знаю Иметь уважение к офицеру Потому что Если быть только коллекционером Ну, если быть коллекционером Спекулянтом Вот, где-то, где-то разные вещи Не хочу унижать коллекционеров Абсолютно Это мои друзья Это мои коллеги Но если такие, которые вот попало С гусеник Казанцев Это с персоной Значит, все Значит, форма столько стоит Ни в коем случае Я их, если я их собирал Значит, я собираю для того Чтобы здесь люди, кажется, их видели В будущем Первый этаж здесь Будет только военная униформа И все бои военную форму Под стеклом Значит, на трех языках Молдавский, русский, английский Будет все военную форму И краткая характеристика Какие вам будут Да, да, сейчас я говорить не могу Я занят на работе Да, перезвоню Давай Друзья, мне кажется Петр Николаевич собирает Абсолютно все В этом мире Марки Значки Спичные коробки Телефоны Но вот здесь вот есть Очень крутая коллекция Шевронов Разных родов войск Разных служб И это коллекция Приднестровской милиции Которую подарил Наш нынешний президент Вадим Николаевич Красносельский И именно Вот эта коллекция Приднестровских шевронов Она ценится Больше Потому что У нас маленькая Непризнанная страна А значит Количество шевронов Ограничено И они не находятся В таком свободном доступе Как шевроны Других стран мира Вот эта экспозиция Просто потрясающая Она огромная Здесь собраны Такие экспонаты Начиная от дремучих Патефонов И заканчивая девайсами Чьё предназначение Даже трудно определить По их внешнему виду Но вот Кое-какие экспонаты Меня прям заинтересовали Этот аппарат Был у работника Который работал в ТАССе При Советском Союзе ТАСС Ну это В то время Это их несколько человек Было Нужно было снять работу На большом расстоянии Это Он как телескоп То есть У него два раза идет Видишь Вот это вот зеркальце Посредине Менисковый Объектив То есть Он идет два раза Туда-сюда А так его фокус на расстояние метр То есть Он должен был быть вот таким Вот Представляешь Ты с каким видом Ты скажешь Он дежурный Я правда не знаю Вот это Вот снимать Где-то птичек издалека Где-то в дикой природе И это тоже Кстати Он сейчас Этот работник Бывший работник ТАССа Он сегодня Он имеет одной из сильнейших коллекций В мире птичек Вот именно Вот фотографии птиц А вот к этому экспонату Мне даже подпись не нужна Это знаменитый трехболтовый водолазный костюм Почему трехболтовый? Потому что шлем крепился на трех болтах Раз-два И третий болт сзади Также Подаренный лично Петру Николаевичу Есть гравировка Я такой костюм надевал И спускался под воду В районе Дубосарской ГЭС Там до сих пор пользуются Такими системами Есть даже специальный Обязательный Подводный нож У водолаза Сейчас я не достану Зачем нужно это было? Если водолаз под водой Запутается в сетях Или в каких-то веревках Он должен себя Быстренько освободить Очень такая неприятная вещь Когда ты вот в этом аквариуме По сути воздушном Находишься под водой Знаменитый маршал Жуков маршал Победы Да, маршал Победы Кстати, я долго искал его портрет Чтобы у меня был в коллекции И что вы думаете нашел В Украине у сантехников Как-то случайно в подвале Висел на трубе Эта звезда Имеет 3 килограмма 400 граммов Вот, подержите ее в руки Я вам скажу Это орден Было выпущено Их в Советском Союзе 744 единицы Таким орденом Вы награждались в 80-м году То есть по истечении Пяти лет соцсоревнований 10-я пятилетка За высокую эффективность И качество работы в 10-й пятилетке Да, 76-й 77-й И все так далее 80-й Значит, они выдавались Только предприятиям Которые брали первое место В течение пяти лет На территории Молдавии Брало первое место Только одно предприятие Это в Теленежский район Значит, колхоза Я поднял материалы Я искал Хотел иметь вот такую вещь В коллекции И поехал в этом селе Нашел того человека Который получил из Москвы Этот самый Он сохранил ее И вот он, кажется Передал мне в этой коллекции Это подводный аппарат В рабочем состоянии, кстати Это для морских котиков Это вот фильмы «Скала» Совершенно правда И в рабочем состоянии Вот и аппарат Он заряжается этим воздухом Это все в движении Значит, проводится в воздух Было тогда секретное Когда вот на службе Я служил, тогда я помню Значит, если фотографировались рядом Могли сидеть в тюрьме Отдельная часть экспозиции Сувениры от космонавтов Некоторые с автографами Здесь фотографии Это есть подарок от них Это есть земля с космоса Мне как подарок Я решил сделать фотографии Так, чтобы люди видели, пожалуйста Я вот сделал фотографии Красиво на синем фоне Тот самый Они, кстати, тоже были в эксклюзице Здесь тоже интересный аппарат Я думаю, не все гражданские люди видели Может быть, вы и не видели Это часть вертолёного двигателя? Это есть двигатель от вертолёта К-26 От того знаменитого вертолёта «Хулигана» Как его называют Почти угнать Да Я вот решил его помыть красиво И вот выставить, чтобы люди его видели Меню космонавта Что у нас сегодня на обед? Пюре мясное, борщ-рассольник А там чубики внутри, да? Ну да Выдавливаешь сразу? Да, да, да С горла, как говорится Ну то я получил где-то подарок Где-то лет 7 тому назад Ну я думаю, что он ещё 15 будет весить Ещё свежее, да? Да, свежее И, конечно же, здесь не могла не оказаться Коллекция оружия и предметов быта Тысячелетней давности Здесь много вещей, которых нет на месте сейчас Это тоже археологи попросили Значит, по ним пишут Значит, научные труды Да, я понимаю, что эта коллекция есть археологическая Но я не ходил с аппаратом где-то копать их Но, честно говоря, я её, честно говоря, так спас От того, чтобы не было в Одессе Или в Киеве, или, мало чего, в других городах Где их перепродают Я знаю, что она с территорией Молдавии Вот вы здесь даже смотрите Видите, эти самые рыболовные И что вы думаете? Они были найдены Вот сегодня река Раута Она сегодня 2-3 метра имеет Вот на Рауте 14 век Другое, другое Что ловили на неё Да, другое Посмотрите, эти бронзовые самые гвозди Бронзовые гвозди Тоже река Днестр Для чего были бронзовые гвозди? Они применялись для судна Чтобы не ржавели Да, не ржавели Значит, какие судна были на Рауте Сегодня, к сожалению, уже река Днестр Идёт вниз Вот будем говорить Реут был судоходным, получается? Ну, получается, да Эта коллекция была выставлена И на левый берег Днестра Значит, она была выставлена в крепости Она была где-то месяц Там тоже много посетителей Было, да, в принципе Эта коллекция где бы не было Нам было очень много посетителей Да, коллекция уникальная Вот каждая вещь прошла через мои руки Значит, я их реставрировал, консервировал Даже вот эти панно Вот любая вещь, значит, мною подшита Значит, мною приклеено А как вы успеваете за всем следить? Надо и за формой ухаживать И за этим ухаживать И за тем Ну, я отвечу, значит, иногда мне спрашивают Откуда столько денег? Я говорю, за столько лет Свыше 50 лет, значит, если брать Даже по 3 вещи в неделю Этот самый собирать Или по... Ну, у меня получается и по 5 вещей в неделю За столько лет можно собрать И кроме того, значит, я, как иногда выражаюсь Меня еще никто не видел в Анталии Чтобы я отдыхал, значит, чтобы я отдыхал Где-то на Канадских островах и так далее Или в каком-то ресторане, чтобы меня видели Значит, все, что я мог делать в своей жизни Это я всегда вот сидел Собираю Да, это самое И не жалею в этом Друзья, это настоящая сокровищница Не побоюсь этого слова Здесь монеты, ордена Очень крутая коллекция марок уже современной Молдавии Позади меня вот настоящая сокровищница Есть советские монеты, которые коллекционеры называют пруфы Что значит пруф? Значит, эту монету никогда ни один человек не трогал Здесь огромная просто коллекция орденов и медалей Которая побывала на самых разных выставках В том числе и в Приднестровье А вот здесь, друзья Очень крутая тоже вещь Мне понравилась Госбанка СССР Инкассаторский мешок Который использовался в Советском Союзе Можно было видеть в советских фильмах Про ограбление банка И очень крутая коллекция античных монет И для того, чтобы их хорошо можно было рассмотреть Петр Костин Он поставил над каждой увеличительное стекло И можно буквально каждую деталь, каждую грань этой монеты рассмотреть Парта тоже часть экспоната этого музея Удивительно, что здесь все вещи можно практически потрогать, включить, запустить За этой партой, наверное, училась моя бабушка еще Потому что вот есть чернильница, перо для написания, для чистописания в тетради А самая удивительная коллекция, к сожалению, мы ее не застали Это коллекция подков Которую Петр Николаевич собрал Их огромное количество И за вот эту огромную количество Эту коллекцию подков Он получил дипломы В том числе подтвержденные дипломы рекорда Гиннеса Подковы находились прямо здесь Остались дырочки от гвоздей Сейчас эта коллекция находится на реставрации Но каждая подкова была прикручена Чтобы ее нельзя было достать Потому что Петр Николаевич говорит, что посетители музея иногда брали их себе домой на счастье А вот при входе в музей коммунизма просто спирает дыхание от торжественности момента Здесь около 30 может быть Их около 300 знаменов, которые, будем говорить, ждут свое место То есть вы планируете для них сделать еще отдельную экспозицию? Я планирую не то, что делать, но отдельные здания Но для коммунистической тематики, чтобы выставить ее Это мне надо примерно четыре этажа еще Я вот только честно говоря, я только сюда зашел Уже такое впечатление было Я зашел, как будто Попал в советское прошлое Но честно скажу, ни в одном актовом зале Своего пионерского детства я такого не видел Вот я читаю вам издалека Видите там правила? Правила для учащихся четвертых, восьмых классов И пошло правило Потом дальше есть правила для учащихся девятых, десятых классов Где мы сегодня увидим такое? То есть там все было? Это все оригиналы, то, что видите здесь Около 200 видов вымпелов Посмотрите, это все разные За такой вымпел человек должен был целый год трудиться И не опаздывать на одну минуту, полминуты на работу Вот это само, что значила красная эпоха Дипломы, вот видите эти три столба дипломов 47 дипломов, это только одного учебного заведения За первое, второе, третье место И очень редкие за третье Только за первое, второе место Вот когда почувствуешь себя настоящим олдфагом Как сейчас принято говорить Дело в том, что у нас в школе тоже обязательно был красный уголок Где помимо, конечно же, портретов вождей Висела целая портретная галерея пионеров-героев С которых мы должны были брать пример И готовиться к самоотверженной борьбе И отдать жизнь на благо Родины Если это было необходимо Действительно, вполне искренне мы старались брать пример Вот этих пионеров Я их именно до сих пор помню Валя Котик, Павелик Морозов Саня Колесников и так далее Это для нас были вот такие образцы для подражания Но главный образец для подражания Мы носили вот здесь на груди В центре красной звездочки Ну, когда были октябрятами Сейчас покажу Вот он, этот светлый лик Почему я на него сейчас обратил внимание Потому что, зайдя в этот зал Я вдруг почувствовал вот какой-то отголосок Того трепета, который когда-то посещал Каждого советского ребенка Потому что мы носили его на груди Мы видели его на всех стенах, он висел Это портрет Ленина в детстве И мы изучали его житие Это для нас был самый главный образец для подражания Это был самый хороший, самый послушный мальчик Бетонный столб с таким до более знакомым гербом На въезде в музей под открытым небом Говорит нам о том, что мы сейчас пересекаем границу Советского Союза И знаете, что я вам скажу? Не такое уж это и преувеличение Настоящий музей под открытым небом Я первый раз вижу такое Очень много скульптур, посвященных коммунистической эпохе Есть авиационная техника, вертолеты Все открыто Везде можно залезть, посмотреть Это не ракета, друзья Это топливный бак от Мига самолета Чьи-то ноги Ленины Машины Мотоциклы Есть самолеты Планеры Какие-то цифры Якоря И все это в открытом доступе Сюда может приехать абсолютно любой желающий Ну, предварительно позвонив Находится на берегу живописного озера И в самом известном молдавском лесу Кодры Иди сюда, маленький Петр Николаевич, я видал всякие памятники Ну, вот, честно говоря, такое вижу впервые Бюст без головы Причем форма его недвузначно говорит о том, кому этот памятник То есть в таком кителе обычно изображался Иосиф Виссарионович В чем его особенность и почему он именно вот Это есть гранит, капустинский карьер, Россия В 1953-е годы Сталин, значит, его сделали И тогда он умер Но мы успели в Молдавии привезти вот эту глыбу Пиджак Сталина, я так называю его Голову еще, видимо, не успели делать и ноги И разгрузили его на молдавской железной дороге Там было специальное, значит, место Там разгрузили, с тех пор его там оставили Потому что из моих уже сведений Не было чем его привезти оттуда И так его забыли Сколько он весит? Ну, около 30 тонн, да И мои вот друзья, работники, значит, мне сказали Петр Николаевич на железной дороге в Камышах Там в таком-то месте имеется еще один Ленин То есть по замыслу он должен был быть в полный рост Полный рост, да, вот представьте себе Полный рост какой был, да И я тогда уже поехал на молдавской железной дороге Это было где-то год, наверное, 2004 год Вот представьте себе, я его получил в 2018-19 году Я думаю, что это Ми-2, потому что очень похож на тот первый, который мы видели И здесь уже можно поместиться в кабину И почувствовать себя пилотом советского вертолета Здесь еще сохранилась приборная панель Рукоятка управления Место для второго пилота Боже, сколько здесь кнопок, тумблеров Ну не зря говорят, что летчики это самые такие эрудированные Самые элитные войска Потому что знать очень много приходилось и по физике И по механике Здесь вот можете только посмотреть, сколько тумблеров Потому что надо все запомнить, разобраться И в критической ситуации быстро соображать и все это включать А вот это, друзья, прям необычный какой-то вертолет Я даже не друсь назвать его марку Его назначение Есть предположение, что это для сельскохозяйственных работ Почему-то я так думаю Мне кажется, я такие видел Но мы сейчас найдем хозяина этого парка замечательного И обязательно расспросим обо всех экспонатах А пока сделаем фор Чтоб с тоскою в пути не встречаться Вспомним Парк заложен в 50-м году По инициативе и при непосредственном участии Леонида Ильича Брежнева Вот этот был на берегу Консомольского озера Этот памятник Вот он сейчас в этой аллее находится В принципе, здесь я решил делать такой парк Памятников именно социализма и коммунизма Почему? Потому что, к сожалению, их ломают Их этот самый выбрасывает Их перепродают, если на то пошло в других странах Откуда самолет, Патер Николаевич? Самолет Ан-2 Я его купил на аукционе Честно говоря, там Небольшая сумма стоила Но факт то, что когда я его привез Значит, не был двигатель Не имел лопасти Он был разбитый Я могу фотографировать Разбит, почти списанный Только вот эта часть, где надписи Была целая Остальное было по кусочкам И я его решил Вот восстановить Этот самолетик Во-первых, значит Он интересный Сегодня они в Советском Союзе не выпускаются Выпускаются в Китае И, кстати, вот я скажу Что, значит, он, кстати, тоже в рекорд Гиннеса Иногда я вот Он был как рабочая лошадь Совершенно правильно Как рабочая лошадь Кстати, один из самых безопасных самолетов И, может быть, не нуждался в большой взлетной полосе То есть взлетал практически с любой поляны 200 метров где-то Да, он по его расчету Где-то 200 метров И он поднимается Воздух, правда, шумит сильно Но ничего страшного И немножко подряхнет Я никогда не был Ну, заходите Я прыгал с парашютом Интересный аппарат Я вам скажу, что Приходят люди, дети Фотографируются Правда, приходят Некоторые, которые ломают Здесь сильно Пилот нашего самолета Юрий Радченков Около тысячи часов налету по квартире Когда папа кричит Командир экипажа прощается С вами приятного полета Это ваш дом отдыха или мастерская? Это домик лесника Я думал, здесь уже удивиться нечему И мы нашли внутри музея Еще один музей Это комната отдыха Где Петр Николаевич Любит быть один Но нас пустили сюда Смотрите, что я нашел Это немецкая граната Колотушка Нержавая Целенькая Советская граната Я такие видел только в кино Либо на картинах Лимонка Пулемет немецкий МК-42 Настоящая сокровщинца Такая оружейная комната Кирпич взят в Волче-логово На север Польши Там, где был в 1944 году Зарван Адольф Гитлер Потом так, что он имеет тоже Свою историю Уважаемые знатоки Внимание, вопрос Где мы находимся? Отгадайте Мы в голове у Ленина Причем это уникальнейшая скульптура Издалека кажется, что она гипсовая Но на самом деле Это самое большое Еще во всем Советском Союзе Самое масштабное Папье-маше То есть оно выполнено По принципу Папье-маше Изнутри вот мы видим, что Еще советских времен газеты Читаем Во имя мира на земле Большой радостью для нас Стало сообщение О стыковке Союза-19 И американского Аполлона Можно даже примерно вычислить Когда выходила эта газета И вот представляете Из этих газет составлен Огромный бюст Ленина Внутри которого мы сейчас с вами находимся То есть мы по сути в голове у Ильича Вот такой вот он музей Под открытым небом Куда нас пригласил Петр Николаевич Костин Да, друзья И вот эта голова Ленина В которой мы только что побывали Самая большая голова Ленина Из Папье-маше Большое количество экспонатов Просто огромное В программе вы не увидите всего Нужно обязательно сюда приехать Обязательно все посмотреть Потому что нам эфирного времени Рассказать обо всем не хватит однозначно Так что, друзья, специально для вас В описании под этим видео Мы оставляем подробную карту С геометками Вы можете приезжать сюда сами Вы можете приезжать сюда В составе экскурсий Мы оставляем информацию Как сюда попасть С кем связываться Обязательно посетите эти места Два кадра рекомендую для посещения Два кадра рекомендую для посещения